Международный Олимпийский комитет, кажется, забыл и свои основные принципы и обещания, согласно которым чистых российских атлетов никак не должна была коснуться допинговая история. Целому ряду лидеров нашей сборной по разным видам спорта отказано в участии в зимних играх 2018. Самое интересное, что сложно вычислить хоть какой-то алгоритм недопуска. Отстраняется и опытный мастер шорт-трека Виктор Анн, и молодой конькобежец Павел Кулижников. Те, кто был на играх 2014, и кто там даже не стартовал, как, например, биатлонист Матвей Елисеев, доходят до того, что в парном фигурном катании Федора Климова включили в список приглашенных, а его партнершу Ксению Столбову нет. В Сочи при этом выступали оба. А как по-другому объяснить тот факт, что в Пхенчхян не пускают юмецких биатлонистов Антона Шипулина и Евгения Гораничева, югорского лыжника Сергея Устюгова? В нашумевшем докладе Макларена о них не было ни единого упоминания. Но прописав правило «приглашаем в Корею кого хотим», Мок развязал себе руки. Я уже ничему не удивлюсь после того, что наши люди допустят после летних Олимпийских игр, когда они допустили Исимбаеву. Поэтому для меня вот уже то, что и наша Россия не смогла отстоять наших спортсменов, руководителей федераций, все люди, которые должны были отстаивать, то сейчас совсем немного времени остается до Олимпийских игр. И здесь уже можно по срокам, просто надо просто не попасть. А страдают в этой ситуации не только спортсмены. Вишенкой же на торте стало очередное демократичное решение МОК. Зрителям запрещено проносить на трибуны флаги стран, не участвующих в Олимпиаде. Не то, что на соревнования, а даже и на тренировки. Понятно, кого это должно коснуться в первую очередь. Ощущение, что единственная задача МОК перед Олимпиадой – сделать все, чтобы подтолкнуть Россию к бойкоту игр.